Всем привет! Мы находимся в Варениковском малису, недалеко от станицы Варениковской. Здесь находится вот такое вот место для отдыха. Сюда приезжают люди, чтобы окунуться в купели или набрать воду. Сегодня вам всем это покажем место. Я здесь была года два, наверное, назад. На тот момент у меня не так было много подписчиков, и наверняка многие из вас даже и не знают про это место. Я оставлю координаты в описании к этому видео. Вдруг кто-нибудь из вас захочет по дороге из той же Анапы заехать, например, вот сюда, потому что места здесь красивые. Это лес, собственно, где можно погулять. Сейчас пройдём сначала до купели, покажу вам это место. Здесь такой вот густой-густой лес. Как вы знаете, в округе нигде нет леса, поэтому сюда приезжают местные жители, чтобы просто даже погулять. Здесь какая-то дискотека. В общем, вот эта купель, куда люди окунаются, приезжают. Вода, понятное дело, ледяная. Ой, даже прыгают. Само место, друзья, находится между станицей Варениковской и хутором школьным. Музыку, которую вы слышите, это люди приехали отдыхать. И, честно говоря, немножко возмущена, потому что такое прекрасное место. Здесь лес, тишина. Я думала, я приеду, буду слушать, как поют птички, как деревья, шум листьев. В итоге там просто устроили какой-то балаган. Люди пьют, отдыхают. Поэтому, если вы хотите приехать, насладиться тишиной, приезжайте не в сезон, когда ещё никого нет. Потому что, ну, немножко разочарованы. Место-то красивое, как бы. Вот такая вот церквушечка, да. Можно, собственно, налить воду. Когда мы только приехали, она ещё была открытая. Они как-то работают. Какой-то режим у этой церкви свой особенный. И вот здесь вот источник, где можно набрать воду. Также здесь вот раньше тоже была купель, но почему-то сейчас здесь абсолютно нет воды. Не знаю почему. Для меня это всегда место ассоциировалось вот с каким-то таким отдыхом. Когда ты приезжаешь и просто расслабляешься мыслями, потому что тихо, спокойно, красиво, лес. Где ещё лес вот у нас здесь увидишь. Набрали водичку. Холодная, родниковая. Люди, вот приезжая сюда, пожалуйста, не гадьте здесь, не оставляйте мусора, потому что там такой бедлам на купеле. Там такой срач. Вот просто очень жалко. Такие красивые места и люди просто загаживают всё. И напоследок хочу вас, друзья, вот лично хотя бы моих зрителей попросить, если вы сюда приезжаете, не оставляйте, пожалуйста, мусор после себя. Потому что очень жалко возвращаться сюда и видеть, что здесь мусорные горы в кустах. Если вы что-то приносите, то забирайте это с собой. Не нужно пакостить. Я, конечно, верю, искренне верю, что мои зрители не такие, но на всякий случай попрошу, чтобы всё оставалось вот так, вот как есть, чтобы была первозданная природа, чтобы было чисто. КОНЕЦ КОНЕЦ Самое интересное, что практически нигде нету съездов к лесу. Мы вот хотели просто погулять по лесу. И вот кроме того пятачка, где находится церквушка, где купель, больше как таковых поворотов, съездов не было. Только в самих посёлочках, в сёлах там были съезды. Но вывели бы они к нам к лесу, это непонятно. Вот тут красное что-то такое. Это, наверное, боярышник. Сейчас он как раз... Что-то крупное что-то было. Вот такие вот шиповники. А, шиповник. Шиповник это. Нет, это шиповник, но там другим цветом было. А у нас дома есть шиповники? Или можно будет пособирать? Может, пакетик маленький набрать. И строишься. Тут уже такие места, да, шиповника куча. Угу. Тут ходить плохо было. Колючки, сейчас шиповника. Ну да. Видели даже зайца? Он выскочил на дорогу. Такой большой, жирный. Такой выскочил. Стоит, уши у него так наверх. Я такая, смотрите, и он убежал. Так что живность тут есть. Причем такая большая, откормленная как будто. Есть, значит, и мы здесь чем питаться. Как вы видите, здесь лес просто дремучий, непроходимый. Вот, если хотите погулять, то вам однозначно оставлять машину около купели. И пешочком идти. Там внизу где-то откупили должна быть река. И вот там можно гулять. Там комфортно гулять. Но мы почему-то решили ехать дальше. У нас сегодня такое путешествие. Вообще у нас цель была, знаете, какая? Мы хотели посмотреть грибы. Прошли дожди. И грибы, по идее, должны уже лезть, лезть. Да. Вот. Но у нас пока задача хозябы проникнуть вглубь леса. Ещё сейчас начался сезон кизила. И мы хотели нарвать кизила, найти его. Я ни разу в своей жизни ещё не пробовала кизил. Если мы его не найдём в лесу, то будем покупать, потому что попробовать хочется. А дорога, куда мы повернули, это, видите, вдоль поля. Здесь семечка, поля огроменные семечки. И вот лес. Неприступный лес. Фу, вообще комары прямо жрут нас. Невозможно. Фу. Какая-то напасть от комаров здесь. Вообще невозможно даже выйти. Тебя уже облепляют. Мы сейчас сидим в машине, и невозможно. Они прямо лезут, лезут, хотят нас съесть. С головы до ног облепляют. Фу, прям невозможно. Они, блин, съедают. Фу. Это что такое вообще? Тут жирают. Войску пить. Крючок скорчен. Это аттракцион. Мы приехали, чтобы расценили они. Фух. Нет, что-то здесь. Фух. В итоге мы приехали в лес между Гастагаевской и Натухаевской. Если верить табличкам, которые висят при въезде в лес, то это называется Красная горка. Это, видимо, такой массив, где находится лес, собственно. Нафиг, да? Да. В общем, здесь растут грецкие орехи. И люди приезжают и собирают их. Сейчас как раз сезон. Они трескаются, и можно их собирать. Прям орешники. Одни орешники. Заезжали, когда в лес, как раз детка с бабкой сидели и чистили орех. И вдоль дорог везде машины стоят. Люди останавливаются, видимо, так же в леса ходят, потому что южные леса отличаются, конечно, от северных. Это бурелом сплошной. За редким, наверное, исключением это хвойные леса. В основном вот что-то подобное. Вот они растут, кстати. Можно показать. Вот оно растет. Когда он поспел, он сам уже начинает лопаться, просто трескаться. Ну да, уже люди собирают. Тут такие тропы натоптаны уже. Комаров? Комаров много, да. На дорогу выходим, да. По такой дороге можно ходить. Не знаю, конечно, есть ли здесь грибы. Это непонятно. Когда едешь, что вдоль дорог, что в основном продают? Картошку продают? Яблоки продают? Продают кизил? Ну, орехи это само собой. Видите, сразу тропа к орехам. О, какие-то дикие яблоки. А, не, не яблоки. Это мушмула. Это что, мушмула? Мама, это мушмула? Ну, рано, да. Увидели даже дерево. Айвы. У нас было в огороде дерево, но оно уже у нас погибло. Такие плоды, но оно еще не поспело. Сейчас покажу. Физалис? Физалис, а что с ним делают? Что такое Физалис? А-а-а-а! Вот он! Это цветок что-нибудь такой? Так это же съедобное. Это Физалис, их тут куча. Что за Физалис? Меня посадило его, он что-то не взошел у меня. Ну, ешьте его, что-то. Это вот это вот? Да. Да, ну, я бы не ставил. Он внутри? Ну, да. Ну, не ешьте. Не, я есть не буду, но Физалис, да, похоже. Видите, вот он. Знак государственной природной зоологической заказник Красная Горка. Новороссийск. Смотрите на меня, как я выгляжу. Комары просто одолевают. А капюшона у меня нет. Я такая смешная. Вышли на поле. На поле такое же заросшее. И вот оно впереди, это Красная Горка называется. Вы только морячки. Ой, фух. Что-то да. Что-то как-то вообще. Фух. Нашли кизил. Наверху большое дерево. А вот да. Ой. О, ягодка. О, ну, не зря, не зря. О, кизил. Ирина, иди собирай. Это у меня рука занята. Точно он? Ну, да. Вон он. Да. Это он. Это он кизил. Собирайте. Ну, сейчас. Может, еще где-то найдем. Сами нашли же. Не зря. Уже не зря. Я-то листьям узнал. Вот он, кизильчик. Вкусный. В своей естественной среде. Да, да, лесной вкусный. О, класс. На, еще, смотри, смотри. Угу. Вон, листья такие же. Угу. Где-то бы найти... Где-то бы найти большое дерево. Стоп, привет. Это Ксюша из будущего. Я просто хочу сказать, что ты не переживай, что вы сегодня не нашли кизила, не насобирали и попробовали буквально пару жухлых кизиленок. Завтра вы поймете, что такое настоящий кизил, потому что вы найдете лес, где он растет, где местные жители собирают и попробуйте настоящий кизил. Так что просто наслаждайся тем, что вы гуляете по лесу. Завтра будет круче. Короче, так и ходят, и собирают этот кизил и продают потом вдоль дорог. Держите. Ловите там. Держи, мама. Ой, 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 войдите. Ого, там хорошие, смотри, какие, вон. Опа. Собирайте. Ага. Может, пакетик дать? Или поедим уж? Поедим пока. Так, что тут все? Ой, все. А вот еще. Угу. Ну как? Ну так, маленький. Угу. Угу. Так.